Это программа «Важная тема» на телеканале ТНТ. Здравствуйте, Виталий Войганов, директор автотранспортного предприятия номер 2. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. И Вадим Сухарев, директор муниципального предприятия «Общественный транспорт». Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня будем обсуждать тему общественного транспорта в Петрозаводске. Насколько я знаю, актуальность ее не пропадает. Поэтому давайте начнем с частного бизнеса. Насколько я знаю, Ваше предприятие уже давно на этом рынке, но бизнес – это непростой. Как Вы пришли к осознанию того, что надо заняться этим непростым бизнесом? Наше предприятие работает с 2007 года. На тот момент в городе проезд составлял 10 рублей. На данный момент с 1 июня 2011 года тариф составляет 15 рублей. За этот период рост цен на все затраты выросли в разы. Для примера, стоимость дизельного топлива в 2007 году составляла 19 рублей за литр. На данный момент это 33 рубля. Авторезина, колесо одно стоило 3000 рублей. На данный момент это 9500 рублей стоит. При этом в Петрозаводске самая низкая стоимость проезда по всему северо-западу. Для сравнения, в Мурманске она составляет 17 рублей, в Калининграде 17 рублей, в Вологде 16 рублей, а в Санкт-Петербурге 23 рубля. Вы говорите о частном бизнесе сейчас или о муниципальных тоже? Потому что у нас 12 троллейбусов и 15 – это маршрутки. Я говорю сейчас о частном бизнесе. Все это приводит к тому, что предприятие работает в убыток. Какое-то время, короткое, оно может просуществовать на таком тарифе. Но у нас нет возможности обновлять парк. На предприятии работает 98 человек официально трудоустроенных. У нас ежегодно только фонд оплаты труда и налогов идут отчисления более миллионов рублей. Из-за низкого тарифа мы не можем повышать зарплату. Люди, квалифицированные специалисты, вынуждены менять работу и уходить на более высокое оплачиваемое. Смотрите, с 2007 года вы занимаетесь и все-таки не бросили бизнес. Это такое дело, что если он не выгоден, то бизнесмен уходит в какую-то другую отрасль. Вы, тем не менее, продолжаете. Что помогает вам оставаться? Она помогает, все-таки, как любой бизнес, он прибыль должен приносить и приносит. Но нет возможности на низком тарифе развиваться. Это покупать более... А то есть вы предоставляете услугу, но не развиваете? Да, мы предоставляем услугу, но держимся, грубо говоря, на плаву. Но у нас нет возможности покупать новую технику. Новые автобусы более высокого класса, обновление идет. Опять же, для сравнения, в 2007 году у нас на предприятии было 95% автомобилей малой вместимости «Газель». На данный момент их осталось менее 30%. Все-таки мы стараемся переходить на большую вместимость по автобусу. Ну, потом это выгоднее, да, получается? Естественно. Я думаю, и пассажирам это удобнее. Да. И опять же, за последнее время очень много законов, постановлений правительства издало. Для сравнения постановления правительства номер 280, мы обязаны на каждое транспортное средство установить систему ГЛОНАСС и тахограф. Это не дешевое удовольствие. Это ближайшее наше будущее. Это с 1 января этого года у нас уже на всех автобусах должно быть установлено. Вот, сейчас, за две недели мы это должны сделать. Это тоже… И уже не обсуждается. Не обсуждается. Это тоже миллионы рублей. Ну, насколько я знаю, у нас на уровне города тоже принимаются какие-то изменяющиеся такие решения. Я хочу напомнить о том, что раньше вы проходили конкурсный отбор, да, на право предоставления маршрутов раз в три года, да? Правильно я говорю? Сейчас сроки изменились. И были критические изменения по этому поводу. Мы узнаем ваше мнение после того, как вот я напомню, что сказал на эту тему представитель мэрии в одной из наших передач. Проведен конкурс с администрацией города в 2007 году, по-моему, на три года был конкурс проведен. В ходе исполнения этого конкурса получилось, что… То есть, были заложены такие требования ко всем перевозчикам, как по обновлению парка, перехода машин на большую вместимость, ну, еще ряд критериев. И вот эти основные критерии, они не исполнились. В ходе этого, значит, получается, что бизнес, ну, слукавил в те года, что ли, то есть, не произвел тех капитальных вложений, какие, значит, необходимо, да, было провести. Поэтому сейчас видение, в том числе и поэтому, что краткосрочный конкурс, то есть, возможно, выявить добросовестных, как говорится, людей, которые уже придут с новыми машинами, то есть, и составят конкуренцию тем недобросовестным людям, которые вот так, выиграв конкурс на три года, продолжают ездить на «Газелях». Я согласен с этим, потому что за последние полгода, вот, то, что был конкурс, очень многое поменялось в городе. До этого парк не обновлялся вообще. И это было видно, и, действительно, гнилые «Газели» ездили, и пазики не очень. А сейчас за полгода все-таки большинство предпринимателей, они начали двигаться в сторону развития бизнеса. Хорошо. Давайте теперь к муниципальному предприятию. Вадим, я знаю, что вот самая главная проблема для вас в последнее время – это был тариф, да? Сколько для вас вот экономически обоснованный нормальный тариф и троллейбусное управление, я уж так по старинке буду говорить, перестает ходить с протянутой рукой и говорить, что вот у нас такие плохие троллейбусы только потому, что вот тариф такой низкий? На следующий год, на 2013, мы вышли на тарифные комиссии, чтобы нам установили обоснованный тариф в 22 рубля. То есть нам был установлен. Вообще, если говоря в целом о тарифе, я говоря о протянутой руке, вот постоянно этот вопрос задается. То есть мы закладываем деньги, люди, значит, оплачивают что-то за такое предприятие, почему? Ну, когда ездят, да, платят. Для меня… А вы еще и получаете с бюджета, да? Совершенно верно, потому что мы ездим ниже стоимости этого продукта. То есть если хлеб в магазине стоит, не знаю, 40 рублей, кто-то решил продать вам его за 20 рублей. 20 рублей где-то предприниматель должен взять. Приходит меценат, говорит о том, что я 20 рублей готов заплатить. Все, он стоит для вас 20. Но предприятию кто-то остальные 20 рублей доплачивает. Это не значит, что предприятие плохое, хорошее, нет. Оно нормально, оно вот есть. То есть стоимость муки, стоимость оплаты труда, электроэнергии, всех затрат от 40 рублей. В нашем случае точно так же. В настоящем году, в 2012-м, нам обходится в 20 рублей. То есть это тариф экономически обоснованный, в котором есть рентабельность нашего предприятия. То есть туда все включили, да? Правильно я понимаю? Все включили. И электричество, и трудозатраты. Конечно, туда включили все, дав нашему предприятию рентабельность в этом году 10%. То есть если себестоимость наша составляет 18-21 копееку, то 10% это 20 рублей. В настоящий момент, конечно, те деньги, которые зарабатываем, мы вынуждены тратить на покрытие долгов предыдущих периодов, когда тариф не индексировался вовремя с ростом цен на электроэнергию, на другие затраты. Для меня, как для руководителя предприятия, было бы проще, во всех смыслах было бы проще, если бы тариф был бы вообще реально обоснованный. Вот стоит поездка 20 рублей, я езжу по 20 рублей. И все по 20 ездят? Да, стоит там, так не обязательно, может быть и дороже, я не знаю, кто-то, а разница в любом случае может быть разумная. Огромной разницы не может быть в перевозках, не может так, что я вожу по 20 рублей, не знаю, там, данный перевозчик ввозит там по 10. Это вопрос тогда что? Тогда вопрос, значит, если разница в 10 рублей, значит, он либо не платит налоги, либо у него работают люди, не соблюдая режим труда и отдыха. Может, он как-то посчитал затраты свои, снизил? Невозможно. Может такое быть? Конечно, нет. Нет, может быть в каком-то разумном, там, в зависимости от того, если у него не надо столько количества электроэнергии, он ездит на дизельном топливе, может, в зависимости, в Советском Союзе даже была разница. Автобус стоил 5 копеек, троллейбус стоил 4 копеек и рубль. В настоящий момент тарифная политика на теле энергоносители поменялась, исходя из этого, может быть, где-то цена. То есть, скажем так, в рубль разница может быть, в 2 рубля разница может быть, остальное он может ездить, или я могу ездить хоть по 2 рубля, только в том случае, если остальные деньги мне компенсируют. Если нету никакой компенсации, то такая разница, это значит, надо смотреть, что с этим предприятием, потому что чудес-то не бывает в плане экономики. Сейчас ходят такие разговоры. Если отдать троллейбусное управление участникам, смогут они возить за 10 рублей, как вы уже тут эмоционально сказали однажды? Нет, конечно, не смогут. Речь за что такое частное предприятие. Частное предприятие, вообще форма собственности. А давайте спросим участника. Думаю, что не сможет. Заканчивая наш разговор, я бы хотела сказать, ну я не знаю, для вас, может быть, это хорошая новость, да, для пассажиров, для горожан не очень. То, что тариф все-таки повысится с нового года. Давайте объясним, когда это произойдет, вот как это будет происходить, у кого сколько, а льготников ведь тоже будете возить все равно. Проездные билеты по студентам и школьникам у нас повышаются на 50 рублей. В 2012 году для школьника стоило 300 рублей, для студента это 350, сейчас это будет 350. И это весь следующий год, 350. Да, 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 и для студентов 400 рублей. Билеты в автобусе, ой, в троллейбусе, извините. В троллейбусе до 17 рублей. То есть, с нового года мы уже поедем, такой новогодний подарок, да? Всегда есть две стороны медали, нет уже одной стороны, да, то есть, скажем, потребителя, ну, рост цен везде, другое дело, что мы предоставляем услугу, то есть, иначе это речь же идет о предприятии, то есть, его тогда не будет. Ну, можно другой новогодний подарок, давайте тогда, скажем так, закроем предприятие, ну, это тоже подарок. А с маршрутками что? Ну, пока неизвестно, мы только сдали документы, пока мы остаемся на 15 рублей. То есть, вы с нового года будете возить за 15 рублей? Ну, пока нам не одобрили повышение тарифа, пока мы ездим по 15 рублей. А документы какие вы подали? Мы себестоимость на 23 рубля. То есть, вполне возможно, что после наступления нового года в троллейбусе мы будем ездить за 17 рублей, а в маршрутке за 23? Вполне может быть и за 20. Спасибо большое, что пришли и ответили на наши вопросы. Это была программа «Важная тема» на телеканале ТЕНТО. Я ОНЕГО. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин